Государственная итоговая тестация – волнительная пора и для учителей, и для учеников. Дети пишут ЕГЭ в незнакомых помещениях, в окружении незнакомых ребят. В 23-й гимназии более 200 ребят Ивановских школ сдавали обязательный для всех предмет – математику. Школьников организованными группами подвозили на автобусах. Пользоваться любыми средствами связи и вычислительной техники во время экзамена запрещено. Но ученики на этот счет не переживают, надеются только на собственные силы. Готовились с преподавателями, были консультации, дома, конечно, готовились, решали. Кажется, что будет сложно, надеемся, что как-нибудь сдадим. Уже никакого волнения практически нет в плане этого. Самое главное, что внутреннее спокойствие, чтобы было, чтобы себя спокойно ощущать, чтобы не волноваться и знать, что ты все сделаешь. Успех сдачи ЕГЭ зависит не только от самих детей. Важно, насколько грамотно будет проведена процедура сдачи экзамена. Перед тем, как в школу начали запускать детей, сотрудники прокуратуры и полиции в гражданской форме одежды проверили готовность классов. В соответствии с законодательством, во время экзаменов в пункты проведения не допускаются посторонние лица. В данном учреждении сегодня будет задействовано 14 аудиторий для сдачи данного экзамена. Все аудитории после проверки мы установили, что соответствуют требованиям единого порядка для сдачи единого государственного экзамена. В них находится по 15 мест парта, которые все пронумерованы. Присвоен соответствующий номер. Условия для проведения единого экзамена соответствуют. Следить за самой процедурой экзамена сотрудники прокуратуры не будут. Эта функция возложена на членов комиссии и общественных наблюдателей. Они проконтролируют, чтобы учащиеся не списывали, а также не использовали запрещенные на экзамене справочники. В том, чтобы экзамены прошли успешно, заинтересованы все, начиная от самих учеников и заканчивая чиновниками департамента образования.